Войска РФ продвинулись в Очеретино, Донецкой области. Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного, сообщают в Гипстет. Об укреплении позиций армии РФ на юго-востоке Очеретино поспешили написать из этого инкоры, добавив, что населенный пункт представляет угрозу для гарнизона ВСУ в Новобахмутовке и Новокалиново. По словам российского военкора, подразделения РФ осуществляют обход значительных укреплений между Очеретино и Новокалиново, двигаясь вдоль железнодорожной линии. В этом районе продолжаются активные боевые действия. В то же время в свежей сводке ВСУ сообщают об отражении 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нитайлова, Первомайская Донецкой области. Тем временем на юге от Курдюмовки Донецкой области солдаты ВСУ показали очередную попытку Росармии прорваться с помощью техники и десанта, в данном случае около 20 пехотинцев с помощью двух БТР. В итоге группу вместе с техникой разбили, но уцелевшие стали играть в прятки, скрывались по норам или за разбитой техникой, некоторые притворялись мертвыми. По словам украинских военных, это отработанная тактика российских солдат, ведь если их не заметят в ВСУ, пехотинцы закрепятся и будут продвигаться дальше. Из-за большого потенциала человеческого ресурса у Росармии есть возможность присылать новые группы, если предыдущие не дожили. Иногда даже можно заметить продвижение одного или нескольких пехотинцев, ищущих любое прикрытие на определенной местности, но со временем количество может возрасти до десятков. В данном случае отработали украинские FPV, и, похоже, эту игру в прятки российские солдаты проиграли. Операторы дронов успешно работают и ночью. Россияне пытались штурмовать позиции 63-й и 110-й отдельной механизированной бригады, но аэроразведчики вовремя увидели противников. Дронами и артиллерией солдаты РФ были уничтожены. А вот в часа фьяре россияне отыгрываются по полной, уничтожают город, накрывая его авиабомбами. И даже под такими адскими обстрелами ВСУ продолжают держать позиции в городе. Этот пункт для нас очень оперативно выгоден, и мы держим позиции и большие группировки там. Поэтому россияне пытаются сейчас, как и по Авгейске, в свое время перебросить туда дополнительно живую силу. И вчера с Лимана перебросили час группирований. Вот, конечно, ракетные системы, авиации, особенно управляемые бомбы и дроны. Вот этот набор, который они используют для атак. Если вооруженные силы Российской Федерации захватят Часов Яр возле Бахмута, то это может поставить под угрозу безопасность остальной контролируемой Украиной территории Донецкой области, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в комментарии «Политика». По мнению многих военных аналитиков, в случае захвата Часового Яра враг будет иметь возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. А эти города являются последним оплотом Донецкой области, которая находится под контролем Украины. В свою очередь основатель группы независимых военных аналитиков Руслан Левиев считает панические разговоры о возможном обвале украинской обороны на Донецком направлении необоснованными. Вот он Часов Яра. Вот, допустим, его захватили. Вот он, Краматорск. Каким образом открывает дорогу? Часов Яра может там открыть дорогу ближайшие населенные пункты. Так точно, наверное, можно сказать, что, типа, если захватит Константиновку, это откроет дорогу на Краматорск. Если захватит Дружковку, это откроет дорогу на Краматорск. И так дальше до бесконечности. То есть, несмотря на то, что Часов Яра находится на высоте, с этой высоты ведь не видно сразу, там, аж до Киева, что, типа, аж до Киева ты можешь все обстрелить. Ты видишь, максимум, типа, район вокруг себя, там, может, как-то дополнительно тебе дает это преимущество. Но не более того. Накануне российский военкор Семен Пегов сообщил, что ВС РФ продвинулись в окрестностях Часового Яра, заняв часть позиций украинской армии. Тем временем украинские военные пишут, что никаких позиций россиян в Часов Яре нет, а информация, которую распространяют Зет-каналы, мол, армия РФ вошла в населенный пункт и закрепилась там, неправдиво. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях, также подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Донбасса, чтобы первыми узнавать все самые главные события войны.